Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Мне 18 лет и отец сказал мне уходить из дома. Дело в том, что мы 14-летний в строй живем отдельно, отец в длительных командировках, но при этом полностью контролирует свои действия своей 18-летней дочери, но никак не 14-летней. Постоянные упреки, оскорбления в том, что если я живу за его счет, значит должна жить по правилам его. Но тогда сестру направлюсь к своей двоюродной сестре, а мне бы не хотелось ее оставлять одну, но и оставаться в этой угнетающей обстановке я тоже не могу. Как быть? Ну, на первый взгляд, ситуация вообще довольно-таки очевидна здесь. Вы говорите, что вам не хотелось бы? Оставлять сестру. Но вы говорите, что не можете, по сути, не можете, больше находиться в такой угнетающей обстановке. То есть сестру вам оставлять не хотелось бы, а в обстановке вы оставаться больше не можете. То есть когда вы пишете не хотелось бы и не могу, тут, в общем, на мой взгляд, на мой взгляд, тут все довольно очевидно. То есть очевидно, что вам не хочется как бы быть в этой угнетающей обстановке, как вы говорите, больше и сильнее, чем оставлять сестру. Простите, но в данном случае это правда, которую вам, может быть, и не просто будет принять эту правду, но это все-таки, на мой взгляд, правда. И чем быстрее вы ее примите, вот эту правду, то, что это правда, тем лучше будет для вас. Это первый момент. И второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Вы, как бы, оказались в такой ситуации не просто так. То есть вы оказались в своей ситуации, на мой взгляд, потому что не можете определиться и сделать выбор. То есть вы говорите, и сестру оставлять не хочу, и оставаться в этом тоже не могу. Но вот если вы попробуете, попробуете спросить себя, а почему же я не могу сестру оставить? Что, по моему мнению, будет такого страшного с сестрой, если я ее оставлю? Ну, в конце концов, это ведь не чужой человек, это двоюродная сестра вашего отца. Понимаете, да? То есть тут вот есть такой, как мне кажется, момент, что вы не определились со своей, так скажем, мотивацией. То есть проблема заключается в том, как мне кажется, что вы не определились со своими приоритетами. Если бы, если бы вы определились со своими приоритетами, то, на мой взгляд, все было бы, ну вот, гораздо лучше, чем то, что вы сейчас описываете. Понимаете, да? Вот, ну а ваш отец, он, конечно, знает о том, что вы не можете определиться. Вот он знает, он в курсе. И, соответственно, он этим пользуется. Вот. Можно ли его, ну, условно говоря, за это, там, как-то винить и так далее? Ну, конечно, может. Конечно, может. Можно говорить о том, что он не хороший отец. Можно говорить о том, что он вообще не хороший человек и так далее. Просто какой в этом смысл? Ну, это можно сделать, да. А, как бы, какой в этом толк? Отец ваш, что важно понимать, не изменится от того, от того, что вы будете его, так скажем, обвинять, да? Что вы будете предъявлять ему шпопа. Ваш отец не изменится. Он останется, скорее всего, при своих, да? Он останется при своем и будет просто вот сделать то, что ему кажется, ну, адекватным, то, что ему кажется правильным и так далее. И в этом смысле, ну, хорошо это или нет, на мой взгляд, не так важно, а важно то, что вы по-прежнему будете не свободны. Вы будете не свободны вот по разным причинам. Это может быть из-за сестры, это может быть еще из-за каких-то моментов. Лично я думаю, лично я думаю, что в глубине души где-то вы свободы, ну, вот, ну, своей свободы, да, вы как-то боитесь, ну, вот, лично я думаю так. Вот, что, что, когда, ну, когда вас контролируют, да, когда вы, ну, сталкиваетесь с контролем, то в любом случае человек, который, ну, оказывается, скажем, скажем так, под гиперопекой, да, это человек, который, ну, вот, к сожалению, привыкает к, ну, к своей несвободе. Да, и ему, конечно, сложно опираться, ну, опираться на себя, ему сложно полагаться на себя, в этом смысле. Вот, поэтому тут, конечно, с одной стороны, к вам есть, ну, сочувствие, да, потому что, ну, понимаешь, что, в какой ситуации вы оказались, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что, в какой-то степени, то, что вы описываете, это игра, вот, потому что, ну, как бы, если бы, если бы вы хотели бы уйти, вы бы ушли. Вот, и в этом смысле, как бы, с сестрой, с сестрой бы вопрос, конечно, решили. Вот, я бы не сказал, что решение простое, ни в коем, ни в коем случае. Но то, что в данном случае, оставаясь с сестрой, вы как-то жертвуете собой, это факт. Вот, к большому, к большому, к большому сожалению. Вот, поэтому, тут, конечно, тут, конечно, ситуация такая, вот, она не очень, в этом смысле, хорошая для вас. Вот, поэтому, поэтому, мой вопрос, который я хотел бы вам задать, будет звучать примерно, примерно следующим образом. Вы спрашиваете, как быть, да? Как быть, чтобы, чтобы что? Что? Чего вы хотите там? То есть, ну, вот, если, если мы говорим о том, что вы вот спрашиваете, да, как вам быть? Вот, на мой взгляд, очень важно на этот вопрос ответить вам. Если вы хотите изменить своего отца, если вы хотите поменять своего отца, ну, у вас сто процентов это сделать не получится. Потому что отцу меняться, ну, в общем, не за чем. Его, 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 что называется, все устраивает и так. Ему нормально. Не нормально только вам. Вот, и, соответственно, вот, сформулируйте, пожалуйста, свой запрос. Да, как бы. То есть, вот. Я-то чего хочу, чего я хочу. Вот. Потому что сейчас, сейчас вы демонстрируете некоторую незрелость в контексте того, что хотите и того, и другого. А это, ну, вот, несколько, ну, несколько невозможно. То есть, невозможно, чтобы было все. Вот. Что-то нужно выбирать. Э, простой ли это выбор? Э, нет. Это, это вот совсем не простой выбор. Прежде чем мы говорим, ну, потому что вам совершенно очевидно здесь приходится выбирать между собой и сестрой. Никому такого выбора, конечно, не пожелалось, это правда. Вот, но, коль вы в такой ситуации оказались, то какие у вас еще, ну, вариант, ну, вот в таком, в таком случае. Вот, что вам, на мой взгляд, нужно у себя спросить. Ну, у себя самой, у себя самой спросить. И будет ли, там, условно говоря, ваша сестра, да, счастлива, зная, что не счастливы вы? Вот в чем вопрос. Поэтому я предлагаю вам подумать об этом. Конечно, только вы решаете, как ваша жизнь складывается, только вы решаете, на что ее тратить, это правда. Но мне кажется, что, как бы, пора вам брать, условно говоря, дело в этом смысле, в свои руки. Потому что за вас, этого, судя по тому, что мы видим, не сделает никто. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее увидит эта сестра, да, глядя на вас, если у вас с ней, ну, в хорошие отношения. И я думаю, что она вполне может повторить ваши опыты, она вполне может, ну, начать действовать в этом смысле, так же, как вы. Я не думаю, что для нее это будет чем-то таким, таким, знаете, очень, очень, очень флотным. Вот, пожалуй, то, что я хотел бы вам сейчас сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта. Да, то, что я говорю, конечно, может быть неприятным. То, что я говорю, может вас коробить и пускай, и пускай коробит. Но, возможно, я говорю о том, что только возможно. Возможно. Кроме меня, на данный момент, вам сейчас этого больше никто не скажет. Вот поэтому такой здесь и есть аспект. Как вы с этим обратитесь? Как вы будете с этим обращаться? Это лучше решать вам. Вы можете, в принципе, обратиться к психологу, да, индивидуально и индивидуально поработать с ним над уверенностью, например, в... Ну, вот, в себе, да, поработать над тем, например, чтобы лучше в себе разобраться, допустим. Это вам решать. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Если вы будете обращаться за помощью... Вам это... Вам это пригодится и вы сможете... Решить свои проблемы. Проблема.